Вы замечали, что мужчина и женщина к сексу относятся совершенно по-разному? Как правило, мужчина думает, что после того, как у него с женщиной был секс, их отношения перешли на, так сказать, новый уровень, что он после этого стал для нее близким и родным человеком. Но на самом деле это, конечно, не так. После секса с вами женщина не начинает считать вас родным для себя человеком, потому что для нее секс – это обычный физиологический процесс, который ни к чему не обязывает. Вообще, в так называемом цивилизованном обществе тема секса для мужчин табуирована. Вот скажите, много ли вы разговаривали о сексе, например, со своим отцом? А женщины между собой о сексе разговаривают постоянно, причем обсуждают все до мельчайших подробностей, вплоть до запаха и цвета выделения из влагалища. Дочь вполне может рассказать матери даже какой длины и толщины член у ее любовника, а мать ей будет давать советы с высоты своего жизненного опыта. Но для того, чтобы понять, как женщины относятся к сексу, даже не нужно слушать их разговоры. Достаточно просто посмотреть, как они себя ведут в общественных местах. Женщина позволяет в себе гораздо более тесный физический контакт с другими людьми, чем мужчина. Она может кого-нибудь обнять и поцеловать, может потрогать другую женщину за грудь или за задницу, и никто не видит в этом ничего особенного. Вы можете представить, чтобы так себя вели мужчины? Вы можете себе представить, чтобы мужчины в туалет ходили вдвоем, и пока один мужчина сидит на унитазе, другой на него смотрел? Наоборот, в общественном туалете мужчины у писсуара стараются стать как можно дальше друг от друга, а вот женщины по парам в туалет ходят постоянно. То есть, в отличие от мужчины, интерес к половым органам другого человека женщина не считает чем-то противоестественным, и она не боится, что ее обвинят в гомосексуализме, если она будет на них смотреть или их трогать. Вы, наверное, слышали, что часто, когда женщину ловят на измене, в свое оправдание она говорит, «Да я ему только отсосала, что здесь такого? Это же не измена». И ведь женщина действительно так думает, потому что для нее секс – это простой физиологический процесс, такой же, как, например, сходить в туалет. И поэтому он ее ни к чему не обязывает. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Я рад. Эта нога. Все в нем много в почве. Я был такой же, как он был неплохой человек. Но я была такой, он просто взял рептик. Я придумал нанью. И иногда я делал аналпор. Девушки-каку. Девушки-каку. Очень хорошо. Я очень много наней. Это звучит great. шоколад да я же девушка да больше чем писюрик дернуть хорошо если выбирать чесникерс чеминет а при чем тут меня взяли а писюрик дернуть ты шо мало в виду дернуть писюрик ты шо дурочка фото решила шо цивилин не но я хочу шо ты решила шо це мене но не макну 50 грамм ну максимально не я беда шо я тихо шо выбрала мене то не снеггерс I have a story about a first job I brought my boyfriend at the time and I was like tonight's night I don't give a job so it happened and then the next morning I realized my throat was hurting oh god and I'm like it hurts next day even worse and then the next day I was like I have to tell someone because I looked in the back of my throat and there was like white things oh god and I'm like oh my god i have an std so i was so scared so i go down to my mom and i go mom i gave his name a job it was my first time ever doing it and something is wrong with my throat and she was like oh sophie oh my god my dad's a doctor this is getting she goes give me one moment i need to talk to dad and i go no mom don't tell dad she goes just give me a second she comes back in the room she goes he's not gonna say a word but he needs to look in your throat so my dad walks in i literally have tears in my eyes because i'm so embarrassed he goes open up oh my god i open my throat he looks in it he was like all right yeah you should get tested so i go to planned parenthood the next day i had strep so